Добрый день, дамы и господа! Сегодня я хотел бы поговорить с вами о проклятых поэтах. О тех литераторах, которые, несмотря на свой явный талант, не были признаны современниками. Может быть, потому что не желали вписываться в меркантильный мир, а может быть, потому что во многом были новаторы. Впервые термин «проклятый поэт» появился в 1832 году, когда французский писатель Альфред де Виньи издал роман «Стелла». В этом романе он говорит, что поэт – это та раса, которая всегда будет угнетаема и проклята сильными мира сего. Тем не менее, почти на полвека эта формула осталась забыта. И только в 1883 году уже известный к тому времени французский писатель и поэт Поль Верлен написал цикл статей о своих коллегах по цеху о современниках Тристане Корбиере, Артуре Рембо и Стефане Маларме, о тех поэтах, которых не принимало общество, и стихи которых, к огромному удивлению, самого Поля Верлена не публиковались в журналах. В последующем сам автор неоднократно обновлял цикл этих статей, добавлял к ним новые имена, включая в том числе и себя. И почти до XX века этот список постоянно обновлялся. В него включались самые различные авторы. Те, кто вел разгульный образ жизни, те, кто умирал молодым, те, кто болел серьезными болезнями. Тем не менее, я считаю, что нам с вами нужно посвятить это время только трем первоначальным поэтам, которые и положили начало этому списку. Итак, речь о Тристане Корбиере, о первом поэте, о котором написал статью Поль Верлен. Эдуард Джоакен Корбиер, именно так назвали Тристана родители при рождении, пришел в этот мир 18 июля 1845 года в небольшом морском городке Морале. Его отец, авантюрист, путешественник, капитан дальнего плавания, человек, отсидевший в тюрьме, автор многочисленных романов и путевых заметок, публиковавшихся во многих изданиях Франции, решил остепениться в довольно позднем возрасте. И взял себе в жены девушку, моложе его на 33 года, что, тем не менее, не помешало создать им дружную многодетную семью, где старшим из детей был Тристан. В 14 лет родители решили отдать юного поэта в имперский пансион. Однако из-за развившейся чахотки и ревматизма ему не удалось продолжить обучение, и он переехал в город Нант к своему дяде-врачу, где также пытался поступить в школу, но из-за развивающейся болезни это сделать ему не удалось. Чтобы как-то избавиться от них, Тристан направляется в длительные путешествия, которые не приносят желаемого результата. И окончательно отчаившись, Тристан поселяется на берегу океана, в Британии, в городке Росков, где у его отца есть небольшой домик. Там он делает первые рисунки, пишет стихи, выходит в море. Местные жители прозвали его Ан-Анку, что означает призрак смерти. Настолько он болезненно выглядел в то время. Он сам признавал, что был некрасив, слишком высок, худощав, бледная кожа, всклокоченные волосы. Он признает себя надлежащим только для чтения и написания стихов. К нему периодически заезжают литераторы и поэты. С ними он сводит дружбу и, наконец-то, решается отправиться в повторное путешествие в Италию. По прибытию в Италию он знакомится с известным графом и его любовницей, итальянской актрисой, выступающей под псевдонимом Эрмини. Тристан сразу влюбляется, ездит за ней по всей Европе, однако, не добившись взаимности, возвращается во Францию, где выпускает на деньги своего отца единственную прижизненную книгу под названием «Кривая любовь». Название книги автор берет из французской идиомы «желтый гнев» или «кривой гнев», что означает «очень сильный», или «желтая улыбка», «кривая улыбка», что означает «наигранное», «неестественное», «вымученное». Сборник стихотворений, выпущенный Тристаном Карабьером, не сыскал особого успеха у публики, и разочарованный, больной поэт возвращается в Британию, где в скором времени умирает в возрасте 29 лет. Тем не менее, за свою краткую и небольшую жизнь он оставляет существенное количество произведений, достаточных для того, чтобы повлиять на развитие как французской литературы, так и мировой. В 1883 году в журнале «Летенция» вышел очерк о жизни Тристана Карабьера за авторством Поля Верлена. Именно эта статья и послужила основой для перечня проклятых поэтов. Еще одним литератором, которого Поля Верлен причислил к списку проклятых поэтов, стал Артюр Рэмбо, его давний друг и знакомый. Мальчик родился в 1854 году в Шарлевиле на северо-востоке Франции. В четыре года из семьи ушел отец, и Рэбо воспитывала мать. Первое стихотворение поэт написал в 16 лет, опубликовал его в журнале, и после этого, впечатленный своим успехом, отправился путешествовать по Франции. Прибыв в Париж, он познакомился с Полем Верленом и после недолгой встречи отправился назад в родную деревушку. В последующем Верлен пишет юному Рэмбо письмо, приглашая вернуться в Париж и предлагая оплатить дорогу. Поэт соглашается и поселяется у Верлена дома, откуда вскоре будет изгнан супругой Верлена за нечистоплотность и сквернословие. В Париже Рэмбо принимает участие в заседании творческого кружка литераторов, где периодически устраивает скандалы. В частности, в одно время он ранил шпагой одного известного парижского фотографа. В последующем вместе с Верленом они путешествуют по Европе, бывают в Лондоне, но в 18 лет Рэмбо принимает решение прекратить заниматься творчеством, возвращается во Францию и после нескольких лет жизни на своей ферме он отправляется в Африку, где занимается торговлей пряностями, кофе и оружием. Во время жизни в Африке у Рэмбо начинаются сильные боли в ноге, из-за чего он принимает решение вернуться во Францию. Там ему ставят диагноз «рак кости» и ампутируют ногу. В скорости, не победив болезнь, поэт умирает. Несмотря на мое мнение, что среди проклятых поэтов Артюр Рэмбо далеко не самый лучший и не самый первый, несмотря на мое скептическое отношение к нему как к личности, нельзя не признать тот факт, что его творчество оказало влияние на огромное количество литераторов как во Франции, так и во всем мире. В любом случае, по признакам скандала и эпатажности, Рэмбо смело можно отнести к проклятым поэтам. Последним в списке проклятых поэтов первой редакции и менее заметным в разгульной жизни Парижа был Стефан Маларме. Его жизнь не была насыщена ни приключениями, ни путешествиями, ни попойками. Он вел жизнь бедного учителя, преподавателя английского языка. Единственное, что позволило ему оказать влияние на целое поколение литераторов были салоны или салонные вечера, которые он организовывал у себя каждый вторник. В числе посетителей, в том числе, был и Поль Верлен. В поэзии Маларме был словотворцем. Он придумывал новые слова, придумывал новый синтаксис, при этом используя классические поэтические формы. Именно это роднит его с футуристами и отдаляет от романтиков, к которым изначально он примыкал. Эксперименты Маларме не были по достоинству оценены современниками. Именно поэтому он умирает в безвестности, окруженный лишь несколькими преданными поклонниками его творчества. Если жизнь Тристана Карабьера и Артюра Рэмбо оказала существенное влияние на восприятие их творчества, то Маларме скорее теоретик. Он придумывает новые формы, он придаёт им новые значения, он даёт толчок для развития и эволюционирования поэзии. Каждый из проклятых поэтов привнёс в литературу что-то своё. Они создавали новые мысли, новые образы, новые рифмы. И помимо яркой жизни сумели оставить что-то значимое, повлиявшее на развитие как французской культуры, так и мировой.